добрый всем субботний день мы будем коротенькие включения делать со второго тура пифл это стадион на улице наличной здесь мы играем соблюдая все правила роспотребнадзора маски измерения температуры перчатки и так далее но зато играем футбол есть вот как вы видите все разогнаны по разным углам никто вместе не может мы отдельно судьи отдельно команды тоже по разным углам стадиона переодеваются естественно пока на улице но зато можно играть уже хорошо вопрос тут пишут йофер где ёпта и про йофера скажу йофер сегодня играет замечательную роль на старости лет ему его поставили я так понимаю судя по тому как играет за фс левым атакующим полузащитником то есть он бороздит всю бровку насколько можно вот выход один на один за фс смотрите сейчас будет был засрали от лет вот 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 йофер как раз видите он встретил грамотно вот 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 и поставил жопку уронил игрока вот видите вот вам в этом вам йофер тебя видит сейчас весь мир весь мир весь мир можешь рассказывать все что хочешь давай от твоей необычной позиции сегодня что это хотел бы сделать рекламу своей компании как джордж вея начинаю на поле потом мечу в президенты ну понятно там еще потерпеть а тебе-то передают привет прямом эфире дмитрий иванов пишет сука бросил меня на парашютный что это означает вчера действительно я подобрал дмитрий иванова нетрезвом состоянии на васильевском острове подвез но к сожалению решил почему-то выйти около автобуса с таджиками это было его решение осознанное пьяное но осознанное так расскажи о своей сегодняшней позиции на поле мы видели тебя атакующим левым хавом каким-то да каким-то это главная позиция была не насрать я считаю что я справился виртуозно с этой задачей я думаю тренер поставит мне сейчас пятерку хорошо мы все с тобой закончим давай поговорим с денисом микроум о дебюте в пифл как тебе игра вообще в целом считаю что ребята выступили неплохо для первого матча сыграли хорошо по первым особенно в втором даже где-то прижали можно посмотреть одна ошибка один гол в принципе еще одна только так у соперника была в конце поэтому конечно есть моменты где нужно и будем прибавлять но и дебюта плюс зпс команда довольно таки сильная так понял что ребята какими-то усилились они в целом очередное наше включение пока я ходил за водичкой тут идет матч фишбург джунта и джунта только что открыл еще пока мы стояли за забором одевали маски у нас контролировали кто забил максим калашников максим калашников заберу замену вышел джокер джокер называется 3 джокер сработал 3 джокер сработал до джунта ведет 10 у фишбурга сегодня проблема так понимаю не дошел неожиданно голкипер основной воротах оси там вроде вратарь пришел что добавлено конечно правда много нельзя, вот ну опа мяч вышел на самом деле игра была равна как говорится играли два хороших клуба не ну с джунтой все время так, я перед игрой предупредил ребят что будет очень жестко, будет плотно все что играйте, катайте мяч, вроде нормально я говорю, товарищеская игра была с капой я говорю, катать в игру команды соперников джунта нас конечно простила в одном эпизоде там и пенальти могли назначить спокойно вот, ну у нас тоже моменты были и в первом тайме и во втором, к сожалению, вот получилось как получилось ну ничья поражена спаслись, да, ну как в прошлом году ну ничья тоже как поражение в принципе ну сейчас пойдем послушаем джунта да, пойдем все, удачи спасибо вот мы подходим к джунте мы будем говорить с Михаилом потому что продажное судейство московское судейство давайте мы заслушаем джунта у меня нет джунта, Миша, расскажи нам про матч а что? да недоволен, пенальти не поставлены пенальти, да я тоже Фишбург сказал, что могли поставить пенальти я, говоришь, не увидел это видели все ну давай мы вернемся к самому спорному моменту когда половине команды показалось, что здесь аут было, потеряли концентрацию то есть забито все опять же мы возвращаемся к количеству замен десяти у вас получилось, что вы сделали десять замен на что добавляется время потом у вас сломался вратарь в результате вы стали играть в меньшинстве ну и в результате к матчу добавлено было шесть минут за которые вы пропустили могли пропустить еще все-таки хорошо десять замен или нет? да, хорошо, конечно сколько народу все получили удовольствие все играют, да самое интересное, что у нас был второй вратарь но место ему не хватило, да зато все по правилам больше десяти ну что ж, джунту тоже с набранным очком четыре очка пока это лидер пифл ближайшие четыре часа точно все, на этом мы заканчиваем этот эфир а у нас сейчас начинается матч дебютанта команда Альянс и команда Навигатор ну, мы потом к нему вернемся у нас постепенно поутихли страсти предыдущего матча все взвесили все взвесили обсудили вот как бы команды разбежались уже вот сейчас нам Даня, который играл за Константина Заслонов расскажет свои впечатления я думаю, что надо начать с Гриши как с команды победителя ну, давайте начнем с Гриши все, привет всех с началом ну, что сразу без раскачки начали сезон чемпион против вице-чемпиона вот хорошая игра, корректная как как непривычно да, все ждали как бы очень жесткой как бы, ну, ничего такого не было как бы, да были местами но это игровые моменты всегда так бывает в мужском футболе вот и пропустили первые к сожалению за, ну, не знаю рикошет там штрафной рикошет ну, бывают такие голы вот потом собрались быстро открытали один гол и также второй вот и дальше как-то по счету стали играть все как-то спокойно тихо, мирно без криков практически без криков взаимной ненавистью вот и ну, во втором тайме к сожалению, у нас игрок подвел даже лучший бомбардир прошлого сезона вообще забивший гол сегодня зачем ты стал рукой играть и и рукой даже не забил и красную получил вот но довели все-таки игру до победы как бы без особых как-то моментов второй тайм на самом деле прошел что у нас что у наших ворот что у ворот Настандина Заслонова вот и ну, я считаю, что закономерный результат вот всех с начала сезона Даня, а теперь от тебя ты тоже был на поле весь матч да я не весь матч был на поле я последние 20 минут только играл самое главное что игра была очень корректной все-таки я ждал, что будет рубка потому что предыдущие матчи три, наверное примерно предыдущий матч не до конца предыдущий матч вообще дракой закончился да, до этого тоже были ну, не драки но такие столкновения на поле разборки какие-то а сегодня очень корректно это очень хорошо это я, конечно, отмечу в плюс понятно, что начало сезона и и саунд-парк наверное не в оптимальной форме и заслонов был не в оптимальной форме плюс у нас не самый не самая лучшая явка сегодня была состав не слабый но не хватало нескольких человек но на это все равно как бы не стоит делать каких-то оправданий из-за этого мы не делаем забили первые но быстро пропустили в саунд-парк я же хорошо играл особенно вот эти первые, наверное, 20 минут и да, сложно сказать были, может быть, шансы у нас и выиграть тем более, что в конце мы играли в большинстве наверное, на минут 30 как минимум я бы отметил, что Мбаи удивительно неожиданно глупо, да наверное, самое подходящее слово будет удалился все-таки руками он откровенно закидывал мяч в ворота это понятно, что это желтая у него она уже была но в концовке свалились на забросы а саунд-парк на опте просто отстоял и могли еще забить возможно, могли забить и мы но, к сожалению два один и с победы саунд-парк но, кстати, как у нас ребята заметили что когда саунд-парк нас обыгрывает мы становимся чемпионами ну, посмотрим это первый матч сезона да так что, Гриш, мы с этим не согласны с тобой категорически категорически не согласны да ну, игра была очень хорошая то есть не сказать, что она была все не в оптимальной форме да, но первое это то, что она была очень корректная и второе то, что ну, это был футбол да, пусть он там не самого лучшего качества но все равно приятно а сейчас сейчас мы немножко сразу переключимся на события которые происходят на поле потому что спрашивают во сколько Спартак Спартак уже играет Спартак уже играет по-моему заканчивается первый тайм насколько я понимаю Спартак проигрывает 1-0, да? да, да счет 1-0 и по-моему, Спартак уже играет в меньшинстве было удаление было удаление Спартак в меньшинстве счет 1-0 сейчас мы отловим мальчика с косичкой молодого человека нашего аналитика что, аналитика? победа ну, что победа что скажете? герой санэ как вообще игра? игра тяжелая хоть их 10 человек было это оборонки как все сейчас и думают, что мы будем играть так но что вы такие популярные счета сегодня между командами которые, типа вот должны быть вверху 2-1 2-1 физики не хватает и вывозим за счет прибыток и все очень накаленная игра была я считаю, что Спартак очень груб был хотя мне доказывали что мы грубые ну, не знаю люди летели с прямой на Гиблину и судья не показывал красный там могло быть 2-3 красных ну, одну-то показали одну показали потому что она явная была а так за разговоры их удалять хоть у нас хоть у них поэтому очень потная игра я так полагаю что Саша Коренев должен был привести форму просто потеряли Сашу Коренева да, да и поэтому формы нету и этого состава как бы в чем пришло поэтому будут играть в манишках что делать вратарь масштаба в принципе респект открыл счет масштаб сравнял сейчас нам вратарь масштаба эликсионистов расскажет впечатление о матче чего провели несколько товарищских матчей в рамках подготовки к сезону в принципе закончили на как сказать на подготовку на подъеме вот сегодня конечно не все получилось да, в отличие от не получилось так сыграть как в прошлом матче с ФРТ в товарищеском вот но как сказать результатом более-менее довольны над игрой конечно надо будет еще поработать во втором там и я там еще работки подкинул своим товарищам вот а так в целом ну хорошо что не проиграли 0-0-0 было бы лучше а что сейчас за крики в конце были я просто не успел посмотреть и раздался в финальный звезд я так понял эпизод какой-то кто-то из наших бил с разворота и якобы в руку там кому-то попало ну кто-то видимо лицом может закрывал в руку попало мяч на голову ушел ну вот потом арбитр решил закончить это этот матч да можно материться да это прямой эфир можно материться у нас формула-2 или формула правильно как называется теперь второе поражение в турнире от катиначи с каким счетом я не помню счет но очень много вам пропустили забили каким-то образом один я даже не знаю как это произошло в чем проблема проблема-то в чем проблем много их даже больше чем 11 проблем много но это наверное внутренняя кухня нашей команды мы потом разберемся и будем исправлять не хватает пока сыгранности опыта все игроки из разных команд хотя нет все игроки из одной команды то есть был большой трансферный переход отзыв да мы как зенит и сочи купили одну команду но вы не играете в одной лиге играем первая команда одержала победу первая лига могла взять очки для нас очень плохо ну что будем прибавлять будем расти и если будем ждать когда вернутся возможность тренироваться этого очень не хватает не хватает тренировок потому что очень много вещей наигрывается на тренировках из них очень сложно особенно учитывая наш состав это можно собрать там один из профессионалов которые без тренировок могут уходить это на что намек это на что намек на многие другие команды до сих пор а многим ребятам нужны тренировки нужно понимание интересы друг другу а положительные моменты сегодня были ну кроме того что футбол начался мы пропустили меньше десяти мячей кстати по моему это момент хороший ну в принципе первый тайм мне понравился то есть можно ребят за него похвалить по крайней мере там не было таких глупых ошибок ну тоже дело опыта концентрации не хватило ну ясно сейчас пойдем поговорить с катиначей спасибо у вас первая победа в основном чемпионате пифл я не понял какой счет все таки в результате был 6-1 а вы считали хотя бы уже хорошо ну и как вам есть разница с зимним не ну есть зимний там более-менее привыкли уже к последним играм здесь почувствовалась ширина но у нас много новых молодых ребят играющих которые быстро адаптировали всю остальную команду и неплохо смотрелись вроде как а то что сейчас нет тренировок почти ни у кого ну и у нас соответственно так же мы вообще первый раз с некоторыми играли так что я думаю что дальше больше в следующем году будем не первым дивизиально планы то есть выиграть первую лигу в этом году? да мы хотим выиграть первую и следующую уже высшую ну и у нас выиграть первую и у нас в этом году выиграли первую Продолжение следует...